Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я сегодня провожу прямой эфир, чтобы рассказать о тех важных процессах, которые происходят в стране. Я вчера рассказывал о намерениях власти дробить протестные настроения, вбрасывать разные какие-то слухи, сталкивать наших граждан по национальному признаку или какими-то другими разными поводами и причинами, но цель которых направлена на одно, чтобы не давать возможность нашим гражданам объединиться, не стать единой нацией, не дать нам возможности, чтобы сформировалось гражданское общество, чтобы мы вместе избавились от диктатуры Нурсултана Назарбаева, построили нормальное демократическое государство, парламентское, без должности президента, чтобы народ выбирал свою власть, контролировал, выбирал акимов областей, городов, районов, населенных пунктов, чтобы правительство выбирало парламент, а парламент выбирали граждане страны, чтобы мы действительно управляли страной, а не так, как сейчас происходит, когда власть находится в руках Нурсултана Назарбаева и его ближайшего окружения, соответственно, вся экономика страны находится у него, все ресурсы страны у него, и, соответственно, народ нищий, а эта политическая верхушка является супермиллиардерами. Я сегодня хотел бы более свободно, может быть, построить эфир, несколько, может быть, более открытый, чем когда я проводил ранее. Я именно сегодня хочу изложить свою позицию, я хотел бы поделиться своей радостью. На самом деле, я сейчас скажу откровенно, я стараюсь свои эмоции не раскрывать, что я сейчас очень сильно эмоционально удовлетворен, удовлетворен тем, что происходит в стране. Какие события важные происходят в стране, как меняется наше общество. Я вообще сам лично начал интересоваться политикой очень рано. Я помню, когда мне было 16 лет, была такая в Советском Союзе передача, панорама, и политические обозреватели, ну, в частности, даже фамилию помню, Бовин, он каждое воскресенье рассказывал о тех событиях, которые происходят как внутри страны, так и за рубежом. Это был пропагандистский канал, но, тем не менее, слушая его, я мог сформировать свои политические представления о мире, о том, что происходит в тех или иных странах. Затем я переосмысливал, и, собственно, это позволило мне в 17 лет иметь уже самостоятельную позицию. В 17 лет я четко знал, что сталинизм привел к тому, что истреблено была значительная часть лучших представителей нашей страны, наших граждан. Я в 17 лет уже понимал, что Советский Союз – это отстойный режим, потому что до 17 лет я прошел работу, сельхозработа на хлопки, на яблоках и других. Я видел, в каких условиях все это делается, отчеты, вранье от Советского Союза, эти красные галстуки, барабаны. С одной стороны, с другой стороны – ложь, ложь и ложь. Именно эта ложь привела к развалу Советского Союза. Многие, я знаю, до сих пор критикуют меня, ругают, говорят, что Советский Союз был хороший. И это в большей степени связано с тем, что эти люди, которые вспоминают о Советском Союзе, просто не видели лучшего. А лучшее – это западный мир, это свобода, это лучшая экономика, это гигантские показатели, это высокие доходы населения, это вообще другой мир, другой мир, который вы сейчас можете посмотреть в интернете, но для вас это будет выглядеть как сказка до тех пор, пока вы не приедете, какое-то время не подвигаетесь в этих странах и не поймете, что все эти годы Советский режим вас держал в нищете, а 30 лет управления страной Нусултаном Назарбаем вас просто обманывали. Этот режим украл 30 лет нашей жизни, он украл 30 лет наших возможностей, можно так говорить, к сожалению. И моя цель, каждый раз, когда я выступаю в прямых эфирах, говорить вам, раскрывать то, что происходит в нашей стране, в мире, чтобы вы понимали, куда мы идем, что мы хотим, потому что многие из вас привыкли к этому режиму, и те будущие изменения, которые должны произойти неизбежно, если мы хотим сохраниться как государство, многих из вас пугают, многие из вас, зомбированные хабаром российскими средствами масс информации, не видят, что можно жить по-другому, свободно и честно, свободно идти в церковь, мечеть, и знать, что государство не будет тебя за это преследовать, не имеет никакого значения, какой религии придерживается человек. Это его внутреннее убеждение. Когда меня спрашивают мою позицию, я говорю, религия это выбор человека. Никто не может и не должен преследовать человека за его религиозные убеждения, за его политические убеждения. Человек уже от рождения обладает этим правом, правом дышать, правом свободно себя чувствовать. То есть у него огромное количество прав, которые считаются фундаментальной основой построения таких государств, Америки, европейских стран. Я уверен, что мы такое государство построим, свободное государство. И моя цель сегодня рассказать свое видение еще раз на конкретных примерах и показать тех людей, которые помогают этому режиму оставаться дальше у власти, обманывать вас. Я хочу сказать, особенно обращаясь к молодежи, сейчас очень важный период жизни. Неустанная работа, которую проводили мы, активисты демократического выбора Казахстана, создав эту политическую организацию, неустанная организация штаба демократического выбора Казахстана, привела к тому, что значительная часть населения сейчас уже ясно понимает, существующий политический режим преступный, и мы его должны сменить. Я сегодня могу эмоционально сказать, что наша работа все-таки за эти несколько лет можно квалифицировать как успешную. И я хочу показать всем тем, кто живет обыденной жизнью, не знает, как погасить свои кредиты, ходит на работу, преподает в школе, врачует и так далее, что на самом деле сейчас идут мощные тектонические сдвиги. Это можно наблюдать на всех уровнях. Если говорить о власти, то Назарбаев пошел на позицию представителя Совета Безопасности. Ему через несколько месяцев исполнится 80 лет. Он все, он ушел. Как бы он не занимал те или иные позиции, он ушел. И сейчас придет новое время. Человек-прокладка, мебель такая. Человек-прокладка, мебель такая. Он никто. Сейчас наступает момент, когда мы можем добиться изменения тех самых, о которых многие из вас мечтали. И многие, те, кто пожертвовал своей жизнью, своей свободой. Те, которые сейчас сидят в тюрьмах или кого сажают. Мы все должны понимать, мы стоим на пороге огромных перемен. И каждый из нас может сделать вклад для того, чтобы изменилась страна, чтобы изменилась ваша жизнь. Для этого, для того, чтобы мы делали грамотные шаги, чтобы мы не боялись хаоса, каждый из вас должен осознавать, что мы делаем, для чего. Мы должны быть политически грамотными. Мы должны ориентироваться, что у нас правительство будущее будет профессиональное, грамотное, образованное. Не просто популисты, которые будут говорить, что мы всем раздадим деньги, при этом не имея никаких навыков экономики, не зная, как зарабатываются деньги, как строится мировая финансовая система. Если мы хотим стать передовой страной, мы должны ориентироваться на грамотных, сильных и образованных людей. Не просто популистов, которые выкрикивают какие-то лозунги. Это основа сильного независимого государства. Я в сегодняшнем эфире хочу рассказать о том, как обеспокоен режим. Посмотрите, штормит верхушку, Назарбаев уходит. Он уже все. Теперь смотрите, власти пытаются прийти, Дарига Назарбаева построить монархический строй. И Назарбаев это хочет. Он никогда не отдаст власть по другой линии, как кровной. Это мы все должны понимать. И у него ситуация такова, что он власть будет стремиться отдать Дариге. Что бы вы ни говорили, что Такаев, там еще кто-то будет так. Второе. Есть очень много внутри семи их разногласий. В частности, группировка Тимур Кулебаев-Карим Масимов. Они будут добиваться разным путем дискредировать Даригу и прийти к власти. Это та группировка, которая обладает многомиллиардным состоянием. Они крадут десятки миллиардов долларов у нашей страны. Они, я бы так сказал, более опасны даже, чем Дарига. Более опасны, но они опасны и для наших граждан. И они также опасны для самого клана Назарбаева. Потому что когда к власти придет группировка Тимура Кулебаева вместе с Каримом Масимовым, они разгромят клан Назарбаева в древесли. Они их посадят в тюрьму, отберут все ресурсы. Если Тимур Кулебаев выбросит Динару Кулебаева, которая сейчас находится в Швейцарии, это будет уже другая группировка, не Назарбаева. Это мы все должны отчетливо понимать. Это прекрасно понимает Назарбаев. Поэтому в любом случае вверху будет идти борьба за власть, очень ожесточенная. Да, она будет под контролем как бы Назарбаева, пока он еще ясно мыслит, может реагировать. Но ему уже 80 лет. Все равно будут сбои. Это происходит вверху борьба. И не случайно на прошлой неделе, 4 дня подряд, в нашей стране, отключен был интернет, как мы говорили, в стране прошел ураган Ай-Султан. Ураган Ай-Султан на время затих, но это в любом случае произойдет следующий шторм, второй, третий и так далее. Это просто вдобавок предвестник того, что ожидает главный шторм. Шторм это наше гражданское общество. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание, что на самом деле за последние два года ситуация кардинально изменилась. Вы посмотрите, сколько в стране протестов. И матери, и автомобилисты, и масса пикета выступлений с требованием освободить политических заключенных. Весь прошлый год прошел с этим требованием, и он продолжается. Масса митингов в прошлом году. Если три года назад режим, по сути дела, в основном концентрировался вокруг меня, они возбуждали уголовные дела. Сначала мне дали в 17-м году заочно 20 лет. В конце 18-го и 19-м году мне дали пожизненный срок. То есть режим концентрировался вокруг меня, воспринимая как меня лидера политической борьбы. Сейчас эти удары, репрессии перераспределились. Внутри страны. Вчера разные средства масс-информации правозащитники информировали о том, что идут задержания, аресты, что ДПК партии якобы хотела провести съезд, и их активистов преследовали. Вы видите гражданские движения Куще партия, партия улица, партия Куще на казахском языке. Они тоже подверглись преследованию давлению. Это происходит повсеместно по всей стране. Если совсем недавно мы узкой группой штаба ДПК, что называется, вытягивали эти процессы, сейчас мы с трудом успеваем даже просто осветить то, что происходит в нашей стране. И чтобы вы понимали, режим сейчас сильно напуган. Не случайно происходят дельные события. Произошли в Курдае, еще где-то. Приехал госсекретарь США Майкл Помпео. В прошлом году, 14 марта, было слушание в Европарламенте по правам человека. В прошлом году приезжали группа международных правозащитников, евродепутатов. В 18 году, 10 мая, приезжала тоже делегация евродепутатов, которые должны были изучить, выполняет ли Казахстан подписанные международные договора. И все это совпадает именно с активностью общества, с активностью движения «Демократический выбор Казахстана». И я хотел проинформировать, что 25 февраля приезжает очередная миссия от Европейского парламента, евродепутаты, которые будут анализировать, выполняет ли Казахстан договора, которые подписал, связанные с правами человека, с правом на свободные митинги, шествия и все прочее. 25 февраля, а митинги, которые мы назначили 22 февраля. Поэтому, чтобы вы понимали, уважаемые друзья, режим сильно поджат. Ситуация международная очень сильно изменилась. Вот представьте себе, что борьба идет вверху, здесь активизация общества, и появились реальные политические силы, в том числе такая партия КОЩЕ, которую мы поддерживаем. Это гражданская инициатива, и власть обеспокоена всем этим, видя, что очень много таких бурных процессов идут, что они завтра могут слиться. Они пытаются раздробить, формируют разных провокаторов, встраивают. И когда меня упрекает в том, что мы критикуем, разоблачаем, давайте все вместе, ребята, я вам приведу один пример. Например, достаточно бочку меда, бросить ложку меда, дегтя, и все, у вас бочка меда можно выбрасывать. Или в суд бросить, извините, такое сравнение дерьмо, вы понимаете, что это уже не суд. Поэтому, когда политический протест обеднен, разное общественное обеднение, режим встраивает провокаторов, и когда вы говорите, давайте с ними обедняться, потому что они тоже вроде говорят, что мы против власти, это та самая ситуация, когда в бочку меда вбрасывают ложку дегтя. Поэтому мы должны все время разделять и опасаться, и понимать, для чего эти люди. Я сегодня пользуюсь эфиром, хочу привести такого активиста Нуржана Мухаммеджанова из Шимкента, который вроде бы был противником режима, на самом деле в итоге у него поменялась риторика, это сейчас провокатор Комитета национальной безопасности, я сегодня это открыто говорю, потому что он мне прямо последние полгода несколько раз писал, просил прощения, что он вынужден сейчас работать под эгитой Комитета национальной безопасности, изображать, что он гражданский активист, на самом деле он признался, что его Комитет национальной безопасности подмял. И таких примеров в нашей стране немало. были и заблуждающиеся, когда в прошлом году власть на президентские выборы вытолкнула якобы оппозиционера Косанова, сотни тысяч негативных комментариев услышал в свой адрес, когда я прямо объявил, что Косанов кукла власти. Хорошо, что через месяц вся страна в этом убедилась. Теперь власть создала следующий проект как ДПК в лице Мамая, Дуванова, Жукеева, бывшего секретаря Совета Безопасности Казахстана, вице-премьера, который тоже морочит голову. И опять находятся люди, которые продолжают верить, они являются активистами этой провластной партии, эту партию поддерживает Тимур Кулебаев. Их средства масс-информации Жасалаш тоже находятся под контролем Тимура Кулебаева. Это казахоязычная известная газета. И представьте себе, вы просто научитесь анализировать, как в свое время, когда мне было 16 лет, я слушал так называемую передачу «Панорама» в Советском Союзе. Это мне позволяло анализировать, понимать, куда мы двигаемся. И вот представьте себе, что Мамай и Инга Мамай не могли нормально развивать свою газету «Трибуна». Она все время или испытывала финансовые проблемы, или подвергалась давлению со стороны власти. А здесь Инга становится главным редактором газеты «Жасалаш» многотысячной. Без проблем эта газета спокойно работает, финансируется, и власть ее не трогает, хотя трибуну они мочили. Вот вам признаки я вам даю. Мне не нужно доказывать, что они чемоданы в доллар получили. Вы должны научиться анализировать политические события под тем или иным признаком, выявлять зерно и делать правильные выводы. Вот, собственно, я вам сейчас показываю, как власть встроилась и организовала так называемый ДПК. Притом активисты. Талгатаян Батрау находится под пробационным контролем, он вышел условно-досрочно. Сам Мамай под пробационным контролем. И Сентаев Уральский тоже под пробационным контролем. Где вы видели, чтобы люди, находящие под пробационным контролем, могли создавать политические партии, заниматься агитацией и говорить, что организуют съезд, говорить, что мы сметем эту власть и все прочее? Этого власть никому не позволяла и не позволит. Они сразу людей закатывают в тюрьму. И вы сравните, что происходит на самом деле в других местах, где работают активисты. И вот партия так называемых кущек. Их активисты раздают листовки. Они не организовывают съезд. Но я вам дам статистику. После моего вчерашнего выступления ДПК была вынуждена заявить, что они не проводят съезд 22 февраля. Потому что якобы их активистов преследуют. И они собираются выйти на митинг в Алматы в 11 часов дня. Хочу обратить ваше внимание. Чтобы потребовать от власти зарегистрировать их партию, поддержать таким образом их активистов, которые преследуют власть. Но на утро сегодня я смотрел статистику. Они опубликовали список преследуемых 30 человек, из которых реально двоих задержали и посадили на 5 суток. Теперь я вам дам другую статистику. Гражданское движение, гражданское общество, гражданские активисты, которые не состоят прямо в партии, не организовывают съезды. Их более 100 человек и более 20 арестованы. Я хочу обратить ваше внимание. Два человека, для видимости, арестованы в ДПК, и больше 20 реальных противников режима. И более 100 преследуются. Вы видите масштаб? И когда я вчера об этом сказал, сегодня выходит заявление ДПК о том, что они решили не проводить съезд. Конечно же, потому что, когда идут митинги 14 часов, и со стороны власти идет давление на них, и, конечно же, на съезд ДПК не было бы никакого давления, не было бы там тысячи или пятисот полицейских, и они бы просто обнажались в очередной раз. То есть можно было бы на этом фоне увидеть, здесь не преследуют, здесь преследуют. Но я вам даю статистику. Более 100 человек преследуемых, более 20 арестованных, гражданских активистов. Вроде бы такая вот оппозиционная партия, всего лишь два задержанных. Ну и им дали 5 суток. А вы посмотрите, что происходит в Ахтал. А Балавас Жумаева посадили на 5 суток, инкриминировали какую-то с потолка уголовные статьи, которые вообще ему невозможно пришить, его привезли на апробационный контроль, куда не привозят. Обычно там есть определенный график, когда он должен ходить и отмечаться. А затем оттуда же увозят и сажают на 5 суток, навесив ему обвинение, что якобы он собрался участвовать в несанкционированных митингах, которого не было. Митинг только 22 февраля. То есть они залезли к нему в голову и решили, мы за накаженного за мысли преступления. Вот таким образом вы видите картинку. Теперь следующее. Как вы можете наблюдать за испугом режима? Режим действительно пуган. Смотрите. Было такой ресурс, как Азатык, который освещал митинги и вроде как бы был, скажем, не с нашим режимом. Это подразделение на самом деле финансируется Конгрессом США, финансируется американцами. Конечно, американцы, они не смотрят особо там, что делает менеджмент. И этот менеджмент, по сути дела, попал в тиски нашей власти. Они с ними договорились. Это можно судить по их действиям. Нам не нужно анализировать, получили ли они чемодан долларов или нет. Вы просмотрите их репортажи и увидите. Мы сейчас называем Азатык Нуразатыком. И я думаю, что все мои выступления анализируют послы, будет анализировать Госдепартамент США. И мы, конечно же, направим им подробный анализ выступлений и репортажей, которые организовывает менеджмент Азатыка, Нуразатыка. Я предлагаю сегодняшний раз называть их Нуразатык. Сейчас началась кампания среди активистов, которые говорят, мы отписываемся от Нуразатыка. Они рисуют так называемые, не как какашки. Вы видите это на Фейсбуке. То есть это ресурс, который окончательно себя дискредитировал. Если он до этого размывался, это окончательно себя дискредитировался. Это менеджмент, люди, по сути, находящие под контролем нашей власти. И совсем недавно, на прошлом неделе, произошло еще одно событие. Есть такой еще ресурс «Настоящее время», который бы старался более-менее дать объективную информацию. Это тоже структура, финансируемая Соединенных Штатов Америки. Тоже она бесконтрольно действует под управлением тех менеджеров, которые там находятся. И вот на прошлой неделе выходит фильм про меня, такой пропагандистский накануне митинга 22 февраля. Абсолютно лживый. Абсолютно лживый, необъективный. Лживый, плод до фраз, что якобы я, когда вышел из тюрьмы в 2003 году, сразу получил управление банк и им руководил 5 лет. Что значит управление? Свой банк? Я ни от кого его не получал. Это мой банк. Ну и не говоря о том, что они не рассказывают, что 2003-2005 год я жил в Москве, финансировал оппозицию, управлял ею, организовал в 2004 году партию, зарегистрировала, которая называлась партия ДВК, и которую власть через полгода ликвидировала. Затем мной с моими товарищами политическими была организована партия Алгадовка, которую власть не регистрировала 7 лет. И все это куда-то пропало. Настоящие новости говорили о том, что какие-то были волны в 2001 году мной, потом организованы, затем волны якобы после захвата моего банка. Они все время лгали, весь интернет забит информацией, что я всегда последовательно занимался политической борьбой, находясь внутри Казахстана, за пределами страны. Они каждый пункт, который озвучивали в этом своем репортаже, обкладывали так материалами, что было видно, что это лживый материал, и люди говорили, что это не настоящее время. Это, как они пишутся, что это не настоящее время. Режим таким образом разоблачил окончательно своих два ресурса. Азотик, теперь мы будем называть нуразотик, настоящее время можно называть его не настоящее время. Почему это происходит? Потому что режим в панике. Они напуганы. И те свои информационные ресурсы, которые якобы были под американцами, они обнажили и раскрыли их, что называется, засветили. Посмотрите на такого мелкого агента, блогера Ермека Нарымбаева. Его тоже засветили. Он сейчас берет интервью у неких Марченко, чтобы вы понимали, эти люди, они засветились в коррупционных нарушениях в самой Украине, во-первых. Во-вторых, в английском суде по одному из процессов было доказано, что они занимаются подделкой документов, фабрикацией вместе с казахскими властями. И Ермек Нарымбаев берет интервью у некого Марченко, который является прямо, по сути дела, исполнителем власти Казахстана. Этот режим сейчас до такой степени напуган, что он палит своих представителей, которые изображали, что они якобы политики, независимые политики, что они противники режима. Это у них паника, чтобы вы понимали. Итак, сейчас речь идет о том, что 22 февраля в 14 часов митинги. И я говорю, что накануне этого митинга маски сброшены. Маски сброшены у неких блогеров, маски окончательно сброшены у подставной прокладочной партии ДПК, маски сброшены с лиц, с некоторых активистов, и мы должны их разоблачать, мы не должны объединяться с предателями, потому что эти предатели, как будет та самая ложка дегтя, который, по сути дела, будет разрушать наш протестный потенциал. Уважаемые друзья, активисты, все те, кто намеревается прийти на митинги 22 февраля в 14 часов, меня сегодня многие спрашивают, что нам делать, ведь ДПК объявило, что проведет митинг Балматы в 11 часов на том же самом месте, на Старой площади. Я хотел бы обратить ваше внимание, что если бы это была действительно оппозиционная партия, они могли продемонстрировать и показать свое лицо, и те тысячи человек, которые намереваются приехать на этот съезд, они бы просто усилили бы протест, который мы проводим 14 часов. на Старой площади, площадь Астана в Алмате. Но вы посмотрите, они назначают на 11 часов специально для того, чтобы не дать возможность нам провести этот митинг. Они хотят собрать бюджетных работников, ясно, что власть будет стараться кого-то нагнать. Для видимости, Мамаик будет задержан, чтобы из него сделать страдальца, что якобы он противник режима. Но у него не будет никаких проблем, это очевидно. И они в 11 часов хотят провести там митинг, сделать по телевидению картинку, распространить по западным средствам масс-информации внутри Казахстана. Обратите внимание, якобы оппозиционная партия, и о нем, об этой партии, пишут КАСТАК, другие средства масс-информации. Вы видели, чтобы эти издания писали в ДВК? Чтобы они распространяли мои заявления? Нет, уважаемые друзья, вы не видели, потому что эти структуры поддерживаются Тимуром Кулебаевым. Он стоит сзади, по поручению Назарбаева, дергает за ниточки. Это все должны понимать. Поэтому на вопрос, что делать 22 февраля в 14 часов, я хочу сказать следующее. В 14 часов 22 февраля мы проводим митинги в тех самых местах, которые заранее объявлены. Мы не подключаемся к митингу, который объявит провластная прокладочная партия ДВК в 11 часов, которые обнажаются, раскрываются постоянно. Они имели возможность присоединиться в 14 часов, усилить митинг протеста против режима. Они делают его в 11 часов. При том, ясно, что нет никаких тысяч людей. Мы знаем списки в регионах, там собирается небольшое количество, где 10, где 20, где 30 человек. Нет там сотен активистов, которые должны были приехать на съезд. Ясно, что 22 февраля в 11 часов власть нагонит административным ресурсом именно тех людей, которых можно квалифицировать как прогласные, бюджетные. Будет картинка, будут журналисты. Поэтому мы не отвлекаемся. Мы говорим себе следующее. А затык, это нурозатык. Настоящее время, это не настоящее время. Мы говорим, ДПК, это прокладочные партии. Мы говорим, что все те, кто разоблачены, мы с ними не можем объединяться. Они та самая ложка дегтя в бочке меда. Мы их разоблачаем, не показываем. Мы объединяемся с теми, кто является реальным противником режима. Реальным. которые хотят увидеть действительно независимое государство, которых никто не купил, которые думают о будущем своей страны, которых невозможно обмануть риторикой против власти, потому что мы должны судить людей по действиям. Если вы послушаете Назарбаева, мы живем в демократическом государстве, где защищены ваши права. Если вы послушаете Дарьгу Назарбаеву, она тоже говорит все те слова, которые мы хотели бы были бы реализованы, но 30 лет было в руках Назарбаева. Поэтому мы должны верить только действиям, а не словам. На каком бы языке они были не произнесены, на поэтическом, казахском или красивом русском, мы все должны оценивать с точки зрения действий. А действия таковы. Эти люди предатели, их маски сорваны. и все те, кто думает о будущем страны, я призываю прийти в 14 часов 22 февраля. 22 февраля каждый из вас может сделать свой вклад в построение нового независимого государства, честного, открытого, немафиозного. 22 февраля в 14 часов мы ждем вас на площадях нашей страны. Алга, Казахстан!